МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы о главных новостях прямо сейчас в студии Ирина Волкова. Количество зараженных коронавирусом в Чувашии продолжает расти. На утро 7 мая, по данным сайта stopcoronavirus.rf, 950 случаев, из которых 58 за последние сутки. 175 человек выздоровели, летальных исходов – 8. Тем временем страна поэтапно будет выходить из режима ограничительных мер. Сначала разрешат заниматься спортом на открытом воздухе и прогуливаться с детьми. Откроются объекты сферы торговли с соблюдением социальной дистанции. Затем заработают образовательные учреждения, возобновится работа парков и скверов, откроются гостиницы. Поэтапный выход из режима регионам необходимо выработать до 11 мая отметил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководителями регионов, которые он провел в режиме видеоконференции. Под постоянным контролем остается ситуация с распространением коронавируса. В Чувашии в несколько раз увеличилось количество проводимых тестов. В связи с проводимым количеством тестов появляется большее количество подтвержденных случаев заболевания. Но здесь очень важно отличить два составляющих. Не все подтверждения являются тяжелыми случаями клинической болезни. Очень важно смотреть на то, сколько человек находится именно в тяжелой или средней форме. Это говорит о том, что наше медицинское учреждение превентивно проводит амбулаторное лечение и выводит людей в легкой форме уже из болезни. И поэтому вот эти все показатели нам будут давать возможность принимать решения. У нас в Чувашской республике большинство промышленных предприятий уже функционирует, осуществляет свою деятельность. Конечно же, при строгом соблюдении всех мер безопасности. Мы видим возможность разрешения работать тем торговым предприятиям, которые стоят обособленно, имеют один отдельный вход и в одном помещении находится одно юридическое лицо без арендных отношений. В случае, если они оформят соответствующую декларацию безопасности, возьмут на себя ответственность на то, чтобы соблюдать все миры безопасности, то, конечно же, мы, скорее всего, уже в ближайшее время соответствующее решение примем. Более полутора тысяч студентов получат продуктовые наборы. Их раздает тем, кто на время самоизоляции остался в общежитиях. В основном это иногородние и иностранные обучающиеся, и те, кто сейчас проходит практику. В пятикилограммовые наборы первой необходимости вошли крупы, макароны, консервы и сладости. Всего сформировано 1500 пакетов. Их раздают волонтеры. В течение трех дней социальную поддержку от Чувашского госуниверситета получат студенты более десяти общежитий. Также правкомам обучающихся было принято решение раздать многоразовые маски каждому студенту, который остался в общежитии, и средства бытовой химии для уборки в комнатах и на кухню. Помогают нам раздавать все эти продукты наши студенты, волонтеры студенческих объединений. Два года назад республика перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Для перехода установлены новые тарифы на вывоз мусора. Сейчас региональный оператор «Экоцентр» вывозит мусор из 1704 населенных пунктов, а это более 98%. В Доме правительства состоялось рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО. Почти 3 миллиона кубометров твердых коммунальных отходов производят жители республики за год. За услуги по вывозу и утилизации мусора сегодня горожане платят 63 рубля 15 копеек, а сельские жители 47 рублей 56 копеек с человека в месяц. Во втором полугодии плата возрастет и составит 76 рублей 29 копеек и 57 рублей 46 копеек соответственно. В Рио главы Чуваши Олег Николаев в Доме правительства провел рабочее совещание, где обратил внимание на разделение полномочий по обращению с коммунальными отходами между ведомствами. Так, вопросами сбора коммунальных отходов и их доставки до места обработки занимается Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, тогда как сферу обращения с отходами производства и потребления регулирует Министерство природных ресурсов и экология Чуваши. При этом территориальную карту обращения с твердыми коммунальными отходами, которая по сути и берется за основу расчета тарифов и мониторинга реализации тарифного соглашения, ведет одно ведомство, а соглашение с региональным оператором подписывает другое. Так не должно быть, отметил Олег Николаев. Это надо сконцентрировать на одной площадке. Достаточно много вопросов возникло в части организации раздельного сбора мусора, в том числе в рамках создания и функционирования экотехнопарков. И вот сегодняшнее совещание – это как раз подведение итогов по одному из пунктов, то есть насколько на сегодняшний день само тариф на соглашение и действующий тариф учитывать все факторы обращения твердых коммунальных отходов в новом формате, в том числе возможности развития раздельного сбора мусора. И поэтому наша задача сегодня была как раз выработать уже дальнейшие действия со стороны органов государственной власти, но и уже со следующей недели эту работу продолжим во взаимодействии с региональным оператором и с теми структурами, которые с ним связаны. Это перевозчики, это полигоны, где совершается захоронение отходов, и все другие субъекты, которые так или иначе связаны с обращением твердых коммунальных отходов в рамках утвержденной территориальной карты обращения этих отходов. Колорит, который завораживает и притягивает взгляды. Более четырех тысяч работ уже поступило на Всероссийский творческий конкурс «Краски Чувашии». Завтра последний день приема заявок. Конкурс «Краски Чувашии» проходит пятый год подряд. Организаторы оценивают не только картины, фотографии, декоративные поделки, но и творческие номера. Главное языком искусства показать красоту самобытной культуры региона. В этом году фестиваль проходит по семи номинациям. Номинации в этом году носят имена выдающихся деятелей культуры, искусства, образования Чувашской республики. К примеру, танцевальное творчество носит имя Надежды Павловой. Художественное творчество носит имя Алексея Кокеля. Конкурс вокально-инструментального творчества Максима Михайлова. С каждым годом количество участников увеличивается, и жюри отмечает о высоком уровне конкурсных работ. Это говорит о том, что фестиваль достигает своей цели и приобщает молодежь, наше население к родной, традиционной Чувашской культуре. В состав жюри фестиваля вошли 45 ведущих специалистов в сфере образования, культуры и искусства из Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Финалистов определят до 30 мая. Награждение и демонстрация работ победителей состоится в преддверии Дня Республики. Рифат Фадкулин, Республика. Это главные новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова